Кирпичные шахты Кирпича ориентировочно 270 на 140 Но реально получается следующее Когда выезжаешь на монтаж Это размер где-то 240 на 120 250 на 130 240 на 110 И к сожалению у меня очень много объектов Я надеюсь Я даже наверное скоро выпущу видео С фотографиями где Каменщики просто хулиганят И заужают в сечении И просто тяпают В результате чего происходит большие проблемы При монтаже Стандартно овальные трубы Самая нормальная овальная труба Это 120 на 230 Не 130 на 240 Не 120 на 250 А самое оптимальное Если у вас есть возможность Загильзовать овалом 120 на 230 Это соответствует диаметру 190 Все кирпичные шахты Должны быть загильзованы И что получается Конечно идеально Если вы не знаете какую кирпичную шахту Вам поставить Ставьте кирпичную шахту В 6 кирпичей То есть это внутренний диаметр У вас примерно получится 500-500 Вы не ограничены При этой кирпичной кладке Вы можете туда вставлять Все что хотите Кругло-овальные, прямоугольные Квадратные Вы все туда вставите Вы даже туда можете Вставить в сэндвич 200 на 250 Можете Второй вопрос Захотите ли Потому что это довольно дорогостоящий момент Если поставили кирпичную кладку Обязательно ее гильзуйте Если вы не будете гильзовать У вас будут проблемы И рано или поздно Вы просто Либо поменяете свой дымоход Уберете его кирпичный Потому что сейчас Спустя уже 10-15 лет После того Когда отопительное оборудование Уже начали выпускать Другое Более современное То кирпичные кладки Просто разваливаются Особенно это проблема При возгорании сажи Теперь смотрите У вас К примеру Как выбрать овальную вставку Какого сечения Объясняю Все очень просто Если это газовый котел На газовом котле Диаметр 130 мм Либо 150 И у вас Нет возможности Поставить В прямоугольную Кирпичную шахту Которая размер 140 на 250 Не 130 круг Не 150 Ну я сказал 140 на 250 А в реале По факту Это где-то 120-130 И туда 130 И 102-130 диаметр Не влазит Не вставляете И я не советую Вам экспериментировать Даже если у вас Шахта ровная Потому что При монтаже Бывает много Моментов При которых Вы начнете Загильзовывать Там 5-6 метров Трубы И вы в итоге Столкнетесь с тем Что где-то На каком-то участке Остановится труба И в лучшем случае Вы ее просто достанете Вопрос в том Сможете ли вы ее поменять Потому что Труба уже У трубы не будет Товарный вид Если вы обращаетесь К продавцу То он скажет Ну извините Вы мне испортили трубу Вы ее поцарапали И он будет прав Поэтому не рискуйте Если у вас на котле 130 либо 150 Может быть 140 диаметр Ставьте овальный Дымоход 100 на 200 Замечательно 100 на 200 овал Соответственно 150 круглому диаметру Если вы в дальнейшем Купите котел Там со 130 Вы можете Увеличивать Диаметр дымохода Он у вас больше Если это твердотопливный котел На твердотопливном котле У вас диаметр дымохода 150 Я не советую Ставить 150 Ставьте овал 120 на 230 Или если у вас Шахта там кривая 120 на 230 240 То ставьте еще овал 110 на 230 Вот это такой самый Такой размер Реально С перестраховкой на то Что Если у вас шахта кривая И не проходит в кирпич 110 на 230 Проходит овал С ним замечательно А вот с овалом 120 на 230 Бывают большие проблемы И сейчас я вам объясню Почему эти проблемы бывают Потому что Производителей очень много И я сейчас вот собрал У меня здесь Наверное 6 производителей Дымоходов овальных С которыми я в течении Там 9 лет Сотрудничал Пересекался И вот у меня остались Дымоходы еще Да Есть даже дымоход Вот я когда В свое время на рынке Торговал Ко мне приходили За дешевой трубой И просили Дымоходы Подешевле У меня не было Никогда дешевых дымоходов Их и не будет Потому что я в первую очередь Я всегда работал на качестве Мне нужна была Качественная продукция И когда мне приходили Подешевле за дымоходом И видели вот такой вот Дымоход Где написано Такой трубы нет 20 век Они уходили Это самый худший дымоход Я к нему возвращусь В конце видео Очень важно Во всех системах дымоудаления Делать именно Покупать дымоходы С раструбной системой Соединения Что такое раструб Вот это широкая часть А вот это ровная часть То есть здесь В плюсе она А это называется Минус При этой системе Вы можете В любом участке Обрезать Сколько вам надо Но при этом На раструб ориентироваться Чтобы раструб остался И вставили вовнутрь Вставили вовнутрь И при этом У вас Сечение дымохода Не заужается Почему не заужается Мы плавно переходим Сейчас я вам покажу То есть С этой понятно Это один из самых Лучших вариантов Сейчас Здесь кантик прокатан Наружу Здесь идет Раструбная система Если есть возможность Берите дымоходы С раструбом Я понимаю Что вы работаете В разных регионах Живете Там Потому что Не пишут С Владивостока С Хабаровска С Польши Пишут О том Что у них нету Просто дымоходов Таких И на европейском рынке На самом деле Это проблем На европейском рынке С овальными дымоходами Там по-моему Один или два Производителя Их выпускают Поэтому мне С Литвы звонят Ну в Литве У них есть А вот если мы Южнее спустимся То там у них Проблемы Потому что Ну там рынок Другой Он отличается от нашего Вот теперь смотрите Почему я говорю Про раструб Вот этого системы Вот этот дымоход У них Видите Раструба Уже нету Нету раструба И здесь ровная часть Но вы скажете Как эта труба Изготавливается Объясняем Эта труба Она Лист вырезается Не прямой Раскрой Да Ну прямоугольный Давайте А лист вырезается Усеченный То есть По диагонали Соединяя Вырезается лист И потом он сваривается Да Здесь также идет Тиксварка На это Обращайте внимание Чтобы была тиксварка Плазма Либо тик Этой роли Не играет особой Ну главное Чтобы было соединение В стык Вот стык играет роль Не внахлёст А именно стык Чтобы сварена труба была Смотрите что Потому что стык Обеспечивает герметичный шов И смотрите Когда вы покупаете Вот такой вот дымоход На конусе Потому что я говорю Я в течение своего опыта Производители Об этом сами не говорят При этом Ты когда соединяешь трубу Ну да Классно Ровно Зубчатки никакой нету Ну снова я про зубчатку Я про неё вам расскажу Немножко попозже Всё-всё ровно Но я когда на объект приезжаю Я обрезаю трубу Я её потом соединить не могу И скажите Я с таким производителем Буду работать Отвечаю Нет И когда я столкнулся С такой Ну ко мне приезжала Приехала ко мне труба Я её купил довольно много Мне её надо поставить А когда я начинаю Выезжать на объект Я уже смотрю Обрез Сделал рез Отлично Должна соединиться Она не соединяется Потому что лист Металла Когда вы разрезаете Вот по диагонали Да Ушёл Вот в этом месте Вам надо половину обрезать Вам надо половинка И вы её уже не соедините И вы начинаете колхозничать Ну хорошо Если у вас там есть гофроножницы Либо ещё что-нибудь Приспособление Которое вы можете заузить Но как правило Вот я с учётом Своего опыта Люди просто берут Тогда ножницами Зарезают И соединяют Но это вообще Не дай бог Не делайте Такие фокусы Потому что Потом внутри Вот так вот Лепестки закладываются И в этом месте Собирается большое количество Сажи Это очень плохо Поэтому ещё раз говорю Смотрите так Чтобы у вас была Раструбная система На дымоходах Раструб я вам показал Показал труба Которая под конусом Делается Сейчас я вам покажу Ещё один из вариантов Вот этого системы Дымоудаления У меня к сожалению Нету У нас на белорусском рынке В своё время Был производитель Балтвет Не знаю Как они сейчас Сделали Они на рынке На нашем сдулись И ушли с рынка Несколько лет назад Четыре по моему Года назад Они делали Вот по такому принципу Дымоход Вот видите Маленькую зубчатку Это ещё один производитель Я уже даже не помню Какой Конечно Никаких наклеек нету Вот здесь система Сделана Таким же способом То есть здесь Лист вырезан Под конусом Кантик прокатан Вовнутрь И вот это Выполняет функцию Плюса А вот с этой стороны Зубчатка стоит И здесь такая же Ситуация пройдёт Если вы обрежете Вот эту трубу То вы её дальше Не состыкуете Либо состыкуете На полсантиметра Может на сантиметр Но вот эта вот Зубчатка Она хороша для того Что при монтаже Вам легче Монтировать дымоход Монтажники Меня поймут Потому что Когда Ну трубы всё равно Они не идеальной формы Это не Круглый диаметр Это всё-таки овал И к сожалению Ну тяжело их монтировать Если вы с производителем Не знаете С каким дымоходом Работаете Монтажники Которые Ну много дымоходов Монтируют Они меня сейчас поймут Ты трубу Должен сжать А тебе представьте Толщина 1 мм Поджимай Там 10-15 метров Да Ты начинаешь Её ударять По боковой части Возможно Где-то приспособление Какое-то Используешь Для того Чтобы соединить А вот эта вот Зубчатка Она немножко Заужает И при этом Очень хорошо Становится А теперь Я вам скажу Почему я задел Производителя Болтвента Это калининградские Трубы Я говорю Я не знаю Я не занимаюсь рекламой Мне это не интересно Потому что Во-первых Этого производителя Нет Я даже сейчас Не знаю Какую он трубу Производит Но я говорю То что Из своего личного опыта У него здесь Была широкая часть То есть Плюс был А с этой стороны Он делал Зубчатку Ну зубчатка Тоже коротенькая Но там правда Наверное Не вот здесь Как здесь 10 мм А там в районе 20 мм Было И это было Очень удобно Монтировать И когда вы Вставляете его В растрю То есть Здесь Такого заужения Как Вот на такой трубе Вот на такой Ужасной трубе Его нету Получается Он входил В растрю И упирался Вот сюда Вот в эту Акаринтовку То есть Заужения и сечения Никакого не было Никакого не было И Было удобно С ней работать Ну это я вам скажу И в своей практике Но снова же Эти трубы были Не Самого лучшего Качества С точки зрения Геометрии И это проблема Всех производителей У меня сейчас Вот почему Там трубы К примеру Одни стоят Там доллар Вторые стоят Два доллара У меня сейчас Есть продажи Дымоходы Овальные дымоходы Одного из лучшего Производителя Вот я сейчас Покажу вам Для сравнения Возьму рулетку Чтобы вы понимали О чем я говорю И почему У меня продукция Как правило Она дороже стоит Потому что я изначально Ее покупаю дороже Вот смотри Вот это овальный дымоход Это то есть 304-1 миллиметр У нее по паспорту Заявлено 120 на 230 По факту Получается 135 130 На 230 Понимаете И в шахту Он уже не пройдет То же самое Если мы возьмем Вот этого производителя Это тоже Овал 120 на 230 Здесь получается 130 Ну здесь она Под конусом сделана Здесь в плюсе Она стоит Здесь на 230 И сейчас У меня в продаже Есть трубы Которые Вот если мы возьмем Вот этот вот Элемент Это так называемые Пузатые дымоходы С которыми Очень много проблем Вот этот дымоход Вы покупаете Ну и я покупал В свое время Как 100 на 200 овал Смотрите Что появляется 120 На 190 Вот это Самые худшие овалы Это пузатые Это вообще Это просто ужас С ними Конечно Я с этими Производителями Уже не работаю Вы должны это понимать Хотя они предлагают Там цену дешевле При закупке Чего на нормальные дымоходы А теперь смотрите Вот этот овал Я рядом поставлю Для того чтобы Вы могли сравнить Вот этот овал Идет тоже 100 на 200 Вы увидите разницу Теперь смотрите Здесь 105 А здесь Там 10 Но это широкая часть Сейчас я посмотрю Да Это широкая часть Здесь Кантик прокатан Вовнутрь Здесь противокапельная система Уже Ну условная Противокапельная система Но при этом Вот за этот дымоход Я переплачиваю Ну примерно Там 10-15% На На опти Да Потому что я эту трубу Покупаю Потом перепродаю Ее вам Это рынок Он так работает Поэтому когда у меня Спрашивают Почему Дмитрий У вас Труба дороже Все очень просто Потому что я Торгую Качественной трубой И вот еще один От этого же производителя 100 на 200 Разница есть Вот скажите мне пожалуйста И сравним Вот с этим Ну я думаю Она есть И она заметна При этом хочу заметить Что вот этот Производитель Он конечно Ставит Ну что Видите Аккуратненько Тиксварка Встык У этого производителя Он раструб делает Такой специфический Не классический Вот такой вот Раструбную систему Где реально Видно в плюсе А он ее делает Под конусом Ну есть здесь свои секреты При производстве раструба То есть Вы в любом месте Все равно Потом обрезав трубу Вы ее можете Смонтировать Там где вам удобно И если мы возьмем Здесь на раструбную систему Уходит в районе 7 сантиметров На 10 метрах Вы потеряете 70 сантиметров Вы посадку Должны тоже При выборе Учитывать Также у меня Есть вот такой Дымоход Еще был В свое время Он говорит Я начал здесь Сейчас офис Привожу свой В порядок Где выставляю печки Банные Дымоходы Кстати у меня В продаже Появились дымоходы Феррумкрафт И вот такая Система Это тоже Вот это Самое худшее Что вы можете Купить Нет Вот это Не самое худшее Вот эта мелкая Зубчатка Она аккуратная А самая худшая Труба Это вот эта Вы видите Разницу В зубчатке И когда вы поставите Вот эту вот трубу Вот эту трубу У вас на каждом метре Будет сажа сборник Потому что вы когда У меня просто нету Другого участка трубы Чтобы вам Показать Ну и не дай бог Слава богу Что ее нету Сечение дымохода Залужается Очень сильно То есть вы когда Вставляете Нормальную систему Дымохода Когда вы два участка Трубы составляете Труба должна стоять Ровно На стыке А вот в этой системе Труба будет стоять Вот таким вот образом И при продаже Вот таких вот дымоходов Продавцы Как правило Говорят Систему собирать По дыму Если вы Если вам говорят Систему по дыму Собирать Ну задумайтесь Почему он говорит По дыму А не по конденсат У меня очень много Видео Где я доказываю Показываю Что система Должна собираться Только по конденсату Я оставлю вам ссылку На одно мое Очень хорошее видео С большим количеством Лайков и дизлайков С большим количеством Просмотром Где я показал Что система Должна собираться Только по конденсату И точка А в этой системе Продавцы не могут Сказать вам Собрать систему По конденсату Потому что Вот так будет Если мы будем Смотреть снизу Вот так на соединении Трубы Будут Вот этот раструм Вот эта вот зубчатка Будет вот так стоять А должна быть ровная труба. И вам обязательно продадут там несколько тюбиков герметика для того, чтобы вы загерметизировали. Потому что никакой герметичности здесь речь не идет. Еще самое страшное здесь, это вот это соединение, это пицбурский шов. И когда я на рынке еще торговал в свое время, то не делал производитель толщину металла 1 мм. Делали максимум 0,8. Потому что единица, ее тяжело технологически сделать. И при некачественном исполнении вот этот шов просто раскрывался. Что происходит? У меня в свое время приходили клиенты, приносили трубу, показывали. Ты надавливаешь, и шов просто вовнутрь входил. И надавливаешь вовнутрь, потом оп, отпускаешь, но он расщелкивался. Вы не можете проверить трубу, на какого она качества. Вы видите продукт, да. Поэтому вот этот продукт и вот этот вот шов, я не буду про него много рассказывать, но при нормальном его исполнении, при нормальном его исполнении он стоит. Но снова же, я как продавец и монтажник сертифицированной продукции на территории Республики Беларусь, я никогда в жизни такую трубу не возьму. Почему? Потому что такая труба сертификацию не пройдет. Она может пройти на вентиляцию, но она не пройдет на системах дымоудаления. Потому что никакой геремизичности здесь речи не может идти. И если вы находитесь в регионе, потому что у меня вот прошлое видео, одно из прошлых видео, которое выходило, я показал зубчатку, как она заужает сечение. Когда вы, я тоже, кстати, оставлю ссылку внизу, когда вы собираете два участка трубы и заужает сечение. И мне начал человек писать о том, что Дмитрий, я значит купил плохую трубу, но вы не купили плохую трубу. Я показываю видео, в котором я стараюсь двигаться со временем. И если какие-то изменения есть по рынку, я их показываю, потому что мой канал посвящен именно дымоходам, мой канал посвящен именно для вас. И в свое время не было таких дымоходов, как сейчас вот у нас. Вы эти дымоходы можете купить в столице, в Беларуси, в Киеве, в Минске, в крупных городах. Но вы не можете их купить в регионах, как правило. И в регионе, тоже мне очень много из Российской Федерации пишут в комментариях, у них просто нет возможности купить другой трубы. Но нету. Поэтому здесь вы должны просто знать, что есть трубы лучше. Если у вас стоит выбор между трубой, зубчаткой, либо ровной трубой, ровного диаметра, без заужения, с раструбной системой, то лучше переплатите, купите с раструбной системой. Но если у вас нету, то нету, о чем можно сказать. Ну и конечно, в 21 век с нашей логистикой, я думаю, дымоход можно купить в любой точке России с доставкой. Потому что есть производители в России, я их не буду рекламировать, которые могут производить нормальные дымоходы. Но это снова же не касается овалов. По овалам российский рынок я сейчас не знаю. Я полностью знаю белорусский рынок. И поэтому, если вам надо дымоход, обращайтесь. Я доставлю на территории Республики Беларусь в любой населенный пункт. Я просчитаю. Никаких проблем. Доставка сейчас, логистика, она подешевела. Поэтому вы заплатите столько, сколько надо. Сейчас уже на логистике нормальные продавцы не зарабатывают. Потому что им надо свою продукцию продать. Им надо ее продать. И мне тоже надо продать свои дымоходы. Если вам надо качественная продукция и грамотная консультация, обращайтесь ко мне. Я такую услугу оказываю и могу продать вам хороший дымоход. Но если вы гоните за дешевым дымоходом, это не ко мне. Я вам сразу говорю. У меня не было и не будет никогда дешевых дымоходов. И мои потребители, они как правило переплачивают. Потому что я тоже изначально переплачиваю на этих дымоходах. Потому что я не хочу, чтобы я в первую очередь мучился на объекте и собирал вот эти вот мозаики. Нет. Потому что все, что здесь продается, продаю то, что здесь продается, все, что я продаю, я все это монтирую сам. И для меня качество на первом месте. Надежность на первом месте. И монтажники, строители, прорабы, дизайнеры, которые работают со мной. Я не знаю, что когда они ко мне обращаются, они получат соответственное качество. И я работаю именно на таких клиентов. Поэтому если вы ищете дешевый дымоход, это не ко мне. Не тратьте ни свое время, не тратьте ни мое время. Потому что время это то, что мы не можем восстановить. Это время самое дорогое в нашей жизни. Я надеюсь, что это видео было полезно. Я показал о том, какие дымоходы могут быть, какие качества исполнения. Конечно, остановимся, подведу итоги. Смотрите, чтобы это было соединение в стык. Обязательно. Это тикс-сварка, лазерная сварка. Это уже второй вопрос. Но обязательно, что в стык. В стык это вот так. В стык это вот так. Вот стык. Вот это стык. Вот это стык. Вот это все. Кстати, на самом деле, это все три производителя делают тикс-сварку. Сейчас я вам покажу поближе. Потому что разница у всех есть. Она разная. Потому что все работают на разных станках. Вот смотрите. Вот это тикс-сварка. Вот это тикс-сварка. Это все в стык. И вот это. Это тоже тикс-сварка. Поэтому не берите трубу. Вот если у вас стоит выбор брать внахлёст либо пизбургский шов. Ну ладно, я не буду советовать. Потому что по пизбургскому шву у меня вопросы только в качестве исполнения. Очень много гаражников. Я вам так скажу. Вы, конечно, меня извините. Которые делают отвратительно пизбургский шов. И даже если мы возьмем вот в этом исполнении. Это не самый худший, но это один из худших. Потому что еще здесь нету еще нескольких операций. Это ставить здесь вот точки. И кто работает давно уже на рынке, они обязательно ставят точки. Они знают об этих проблемах, что труба, она может разбежаться. Она поддается. Поэтому я говорю, что не самое худшее. Самое худшее, это когда вы ее сдавливаете, и она разбегается, расщелкивается пизбургским шовом. Ну и, конечно, смотрите на раструбную систему. Чтобы у вас не было потом неприятных ситуаций, когда вы обрежете трубу. На этом я буду свое видео заканчивать. Ну, реально вам повезло о том, что у меня оказалось такое большое количество дымоходов. На протяжении 9 лет я вот там 1, 2, 3 метра трубы. Это не все производители, но суть, я думаю, что я смог до вас донести, какие дымоходы овальные могут быть и где они могут использоваться. Не забываем подписываться, заходить на мой канал в Инстаграм. Я там делаю больше фотообзор дымоходов. Ну, а видео, конечно, это YouTube канал. Также еще я присутствую и на Facebook. Присутствую пока что. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Покупайте проверенные дымоходы. Подписывайтесь на мой канал. Пока. Подписывайтесь на мой канал.